Вот эта сгущенка, мне кажется, слишком жидкая. Именно такой состав вгущенки был в Советском Союзе. Так, цвет коричневый, все хорошо. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами будем тестировать сгущенку. Но перед этим обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Сгущенку мы все знаем и любим с детства, но не все сгущенки одинаково хороши. Сегодня мы разберемся, как выбрать сгущенку и проведем два народных теста сгущенки. Ну что, поехали? Сегодня у нас три самых популярных марки. Алексеевская сгущенка, коровка из кореновки и, конечно же, всеми любимый Рогачев. Первое, на что нужно обратить внимание при покупке сгущенки, это название. Правильно, сгущенка, согласно новым нормативам, называется сгущенное молоко цельное с сахаром. Если присутствуют какие-то другие слова или нет, например, слова цельное, то эта сгущенка уже не та, которую мы ищем. Все наши три образца называются одинаково, то есть, по сути, это правильная сгущенка, и она, я надеюсь, должна быть вкусная. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это надпись ГОСТ на банке. Здесь она у нас есть, коровки из кореновки тоже есть, и Алексеевская, так-так-так, тоже есть. Два пункта сошлись, значит, сгущенка все-таки должна быть вкусной. Обратите внимание, что все упаковки у нас в привычном бело-синим цвете, именно такая сгущенка была в нашем детстве, но на самом деле цвет банки ни о чем совершенно не говорит. В такой же упаковке, в бело-сине, может быть сгущенка абсолютно невкусная, плохого качества, поэтому не обращайте внимания на расцветку, это всего лишь маркетинговая уловка. В-третьих, обязательно обращайте внимание на состав. Вообще, читать состав в магазине это очень полезная привычка. По новым правилам в сгущенке может быть сахар, сухое молоко, антиокислитель и даже немножко воды. Проверим, какой состав у наших баночек. Так, подожди, я сейчас не найду, где он тут написан. Так, Рогачевская сгущенка в составе молоко нормализованное и сахар. Все, больше ничего нет. Это сгущенка с идеальным составом, именно такой состав в сгущенке был в Советском Союзе. Дальше проверим коровку с кореновки. Так, здесь у нас в составе цельное молоко, обезжиренное молоко и сахар. Тоже все в порядке. И остается у нас Алексеевская сгущенка. Здесь состав по-казахски, нам надо русский. Молоко нормализованное, сахар, сахар молочный, пищевой. Вот насчет последнего ингредиента я не знаю, что это такое вообще. Не знаю, должен он быть в составе или нет, но мы попробуем ее по вкусу. Если вы увидели в составе растительные жиры, крахмал, Е171, это диоксид титана, то такую сгущенку лучше не брать. Она будет невкусная, ну или в крайнем случае не та, к которой вы привыкли. И теперь немного про срок годности. Вообще я читала, что сгущенка якобы должна храниться 12 месяцев. Но вся наша сгущенка практически хранится 18 месяцев. Рогачевская, Алексеевская и коровка из кореновки хранится 24 месяца в холоде и 12 месяцев при температуре от плюс 2 градусов до 23. Наверное, сейчас упаковка позволяет хранить сгущенку до 18 месяцев. Но если вы видите вдруг какой-то нереальный срок, там 2 года, 5 лет и больше, то, наверное, стоит задуматься и такую сгущенку не покупать. Также при покупке обязательно обращайте внимание на внешний вид банки. Банка всегда должна быть целая, без вмятин, без ржавчин. Если у нее там слезла, например, бумажка, то ничего страшного, но главное, чтобы сама упаковка должна быть целая. Если упаковка вам не нравится, вызывает сомнения, такую сгущенку лучше не брать. Сейчас стали делать на сгущенке вот такие пластиковые крышки. Их пугаться не стоит, потому что под пластиковой крышкой такая же металлическая. Это делается лишь для удобства нас, покупателей, потому что когда мы открываем металлическую крышку, мы можем вот этой крышкой накрывать сгущенку и хранить ее в холодильнике. Это очень удобно. Давайте, наконец, мы попробуем. У нас вся сгущенка уже открыта, потому что мы ее уже до этого поели и использовали в рецептах. Сейчас мы нальем каждую сгущенку в блюдечко. Сначала попробуем, посмотрим на внешний вид, и потом специальными тестами проверим ее качество. Сначала мы возьмем сгущенку Алексеевская. Так. На вид она должна быть густая и тягучая, но вот эта сгущенка, мне кажется, слишком жидкая. Смотрите, она льется. В моем детстве сгущенка была намного гуще. Ну, по вкусу. По вкусу нормальная, но, опять же, мне кажется, она очень жидкая. Даже странно. Потому что стоит она прилично. Мне кажется, около 120 рублей. Вкуснее не стало. Пробуем дальше. Жидкая сгущенка. Пробуем дальше. Коровка из кореновки. Если честно, я очень люблю их мороженое. Мне хочется, чтобы сгущенка тоже была вкусной. Но она чуть-чуть погуще, чем Алексеевская, но тоже довольно жидкая. Кстати, это может быть потому, что она у меня стоит в тепле. Если ее убрать в холодильник, она чуть-чуть загустеет. Так, пробуем. Она чуть менее сладкая, чем предыдущая, но, в принципе, очень похожа. И третья сгущенка. Рогачевская. Посмотрите, вот она уже заметно гуще. Такая, какая должна быть. Какой мы привыкли есть сгущенку. Вот она как стекает с ложки, очень медленно, как густая карамель. По вкусу. И по вкусу самые вкусные, мне кажется. Они, конечно, все три похожи, но рогачевская из-за своей густоты просто идеальная. Консистенция, вкус, цвет. Это просто любовь с детства. Давайте сейчас посмотрим, что сгущенка отличается по цвету. Обратите внимание, что вся сгущенка у нас однородная, не засахаренная, что говорит о ее хорошем качестве, но по цвету она все-таки отличается. Рогачевская самая такая желтенькая, коровка из кореновки самая светлая, а Алексеевская, она что-то среднее между этими. Но эти две жидкие сгущенки, а рогачевская самая густая. И теперь мы переходим к народным тестам. Берем йод и будем проверять сгущенку на крахмал. Нам нужно капнуть йод в каждый образец и посмотреть, если... Господи, у меня что-то кисточка сломалась. Короче, если цвет будет фиолетовый, значит сгущенка есть крахмал. А такого быть не должно. Значит, производитель нам наврал, потому что на банке крахмал у нас везде не написано. Давайте проверим. Проверяем Алексеевскую сгущенку. Так, цвет коричневый, все хорошо. Коровку из кореновки. Тоже все нормально. И рогачевскую, лидер по вкусу. Все прекрасно. Фиолетового цвета нет, значит ни в одном из этих образцов нет крахмала. А значит, производитель с нами как минимум честен. Кстати, многие почему-то думают, что сгущенка это наш русский продукт, что его придумали в России. К сожалению, это не так. Сгущенку придумали в 1810 году в Англии, а в России она появилась только спустя 70 лет. Первый завод открылся в 1881 году в Оренбурге. Так что сгущенка, хоть и считается нашим коренным русским продуктом, но изобретение английское. И второй народный тест на подлинность сгущенки. Я не знаю, какой именно ингредиент это определяет, но мы берем 3 стакана в кофе, добавляем в каждый стакан по ложке сгущенки и смотрим. Если сгущенка растворилась, значит она натуральная и хорошая. Если сгущенка не растворяется и всплывает хлопьями, значит это подделка. Давайте в этот раз начнем с рогачевской. Я беру немножко, потому что и кофе у нас тоже мало. Так. И перемешаем. Ну, мне кажется, здесь все будет хорошо. Вот такая однородная консистенция. Ну, рогачевская сгущенка белорусская, это просто моя любовь. Она меня еще ни разу не подводила. Читаю в комментариях то, что некоторые говорят, что сгущенка уже не та. Не знаю, мне плохая, ни разу не попадалась. Теперь тестируем Алексеевское. Берем так и перемешиваем. Ну, здесь тоже все хорошо растворилось, размешалось, никаких хлопьев нет. Хорошая сгущенка, хоть и жидкая. И теперь последний образец коровка из кореновки. Она в моем рейтинге, она заняла второе место по вкусу и по консистенции. Так. Тоже все хорошо размешалось. Все три образца по качеству хорошие. Оба теста это подтвердили. Ну, а по вкусу, мне кажется, здесь нужно выбирать ту, которая нравится вам. И, кстати, для некоторых рецептов, например, густая сгущенка подходит не очень хорошо. Все-таки хочется купить такую более жидкую консистенцию. Тогда для этого вам подойдет коровка из кореновки или Алексеевская. Если же вы хотите купить ту самую сгущенку в детстве, то тогда выбирайте Рогачев. Это мое личное мнение, вы можете с ним не согласиться. Напишите в комментариях, какую сгущенку вы покупаете в магазинах, если вообще покупаете. Обязательно поставьте лайк этому видео. Я думаю, что оно было для вас полезным. Не забывайте подписаться на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok